Отчет губернатора Мурманской области в этот раз под особым вниманием. На нем представят результаты работы правительства не только за прошлый год, но и за всю пятилетку. Прошедшие пять лет оказались непростыми как для Мурманской области, так и всей страны. Пандемия коронавируса начала специальные военные операции и жесткие санкции. Но несмотря на все вызовы, основополагающая цель, которая стояла перед командой регионального правительства, достигнута. В 2023 году, впервые за 33 года в Кольском Заполярье, миграционная убыль сменилась на прирост. Приехало больше людей, чем уехало. Фраза называется «миграционный прирост». Но это к мигрантам, тут очень важно, к мигрантам не имеет никакого отношения. Мы не считаем временных рабочих, которые к нам приезжают. Это те жители, которые к нам приехали жить. И это жители с разных уголков нашей Родины, граждане России. Мы знаем, откуда, кто, сколько к нам приезжают, видимо. За пять лет в экономику Мурманской области привлекли более одного триллиона рублей. Такой результат достигнут в том числе благодаря двум преференциальным режимам – арктической зоне Российской Федерации и территории, опережающего развитие столицы Арктики. Средства власти региона направляют на развитие социальной сферы – образование, благоустройство, здравоохранение, культуру – проекты, которые улучшают качество жизни северян. Еще одно важное достижение – за пять лет в области создано больше 8,5 тысяч рабочих мест. Рекордно сократился уровень безработицы в три раза, при том, что традиционно в нашем регионе она была выше среднероссийской. В пять раз за эти годы увеличены доходы областного бюджета. В пять раз. Пандемия, жесточайшие западные санкции, которые, конечно, в какой-то степени создают помехи для развития в том числе и бизнеса, и экономики, и Мурманской области. Но научились это преодолевать и, более того, приняты при поддержке нашего президента, при поддержке правительства, приняты важнейшие решения, которые простимулировали развитие экономики региона. С особой гордостью Андрей Чибис рассказал о самых значимых проектах развития, в первую очередь предстоящей газификации. По словам губернатора, у инициативы было много скептиков. Пришлось пережить жаркие дискуссии и перешагнуть через множество отказов. Но практическая реализация уже началась. Мурманская область – мазутозависимый субъект. Высокая стоимость топлива – один из сдерживающих факторов развития промышленности. Прокладка газопровода от Волхова до Мурманска позволит региону выйти на новый уровень. Более того, сама газификация даст возможность, это тоже принципиально важно, перерабатывать то сырье, которое мы добываем на территории. Это означает, что у нас становится совершенно другая экономика. Мы не просто сырьевой базой становимся, а мы становимся высокотехнологичной областью, которая позволяет делать продукцию высокой добавленной стоимости. Кроме того, введен в эксплуатацию первый в мире завод по серийному производству линий жиженого природного газа. Старт запуску дал Владимир Путин в июле 2023 года. Ведется подготовка к освоению Калмазерского месторождения. Это поможет стране войти в тройку мировых лидеров по запасам лития. Продолжается строительство Мурманского транспортного узла. На западном берегу Кольского залива строится порт Лавна. Проекты окажут положительное влияние на экономический суверенитет России. То, что команда Андрея Ивановича делает, делает институционную привлекательность для нашей региона. И депутаты, которые Андрей Иванович отмечал, дума принимала те важные законопроекты, которые делают более привлекательны нашу Мурманскую область в институционном плане. Мы преференции давали тем-то резидентам, которые заходят. Это потом уже со временем, конечно, окупится. Сотрудничать с крупным бизнесом важно, уверен не только губернатор, но и предприниматели. Эффективное производство гарантирует стабильное развитие области. Выигрыши останутся и жители территории присутствия. В Норильском Никеле большая институционная программа. И много институционных проектов губернатор поддерживает. В частности, через ТОР. Такие меры льготной поддержки. При этом есть еще уникальная программа, это совместное соглашение с Мурманской областью между Норникелем в объеме 10 миллиардов. Это все нацелено на социально-экономическое развитие и для людей. Реализуя крупные инвестиционные проекты, нельзя забывать о малом и среднем бизнесе, отмечает глава Мурманской области. За пять лет на поддержку предпринимателей направлено почти полтора миллиарда рублей. Количество самозанятых выросло в пять раз. В каждом регионе сегодня знают наш слоган «На севере жить». И мы сегодня задаем тон развитию арктическим регионам. Особенно, когда сегодня речь идет в том числе и про опорные города. В выступлении губернатор озвучил много рекордных показателей. Вот еще один. В 2023 году достигнут абсолютный рекорд по посещению Мурманской области туристами. И с 2019 года это уже порядка двух с половиной миллионов человек. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона от туристской индустрии за пять лет почти два с половиной миллиарда рублей. Я абсолютно уверен, что за эти пять лет северяне стали больше гордиться Мурманской областью. А это дорогого стоит. Ведь это наша малая родина, которую мы так любим. И мы хотим этой любовью поделиться с гостями, с другими жителями нашей прекрасной страны. Наш губернатор стал той политической личностью, которая вокруг себя консолидировала политические, экономические элиты, что прекратила зеленые политические конфликты. И я считаю, что сегодня главный успех нашего губернатора в том, что у нас сегодня благоприятный инвестиционный климат. Одна из сфер, которая нуждалась во внимании и требовала серьезных решений – здравоохранение. Глава региона признался – жалоб было много. Повысить качество и доступность медицинской помощи удалось за счет переоснащения ремонтов и строительства учреждений. За последние пять лет в четырех десятках медучреждений обновили помещение и закупили технику. Мы видели те цифры, которые говорят за ремонт, реконструкцию, строительство медицинских организаций. Это очень важно. Ну и, конечно же, кадровый вопрос, который на особом контроле у губернатора, он дает положительные результаты. Именно 40% именно снижения кадрового дефицита – это важный вопрос. Войну выигрывают не генералы, а учителя, процитировал президента Андрей Чибис. Сейчас для руководства региона инвестиции в образование – один из приоритетов. За пять лет на Кольском полуострове благодаря плану «На севере жить» и национальным проектом построено 8 детских садов и школа в Североморске. В процессе еще два – в Мурманске и новый корпус Пещенской школы. В рамках проекта «Арктическая школа» и «Уникум» за три года преобразовано 202 образовательных пространства. «Хотелось бы остановиться все-таки на проектах таких, как «Арктическая школа», «Точка роста», «Сопки». Ведь они реализуются в наших социальных учреждениях, учреждениях образования, спорта и культуры. Все-таки «Арктическая школа» считают, что это приоритетное направление, ведь это наши дети, а дети – это наше будущее. «Сопки спорт, дети занимаются, молодежь бесплатно. Если в том году у нас было 16 площадок, то в конце этого года будет 36. Плюс, что мы своих спортсменов оставляем в нашей области, в компании, что сейчас хорошее денежное вознаграждение за чемпионат России и другие соревнования». «Губернатор Мурманской области поддержал наше предложение по арктической школе – расширить критерии организации, которые могли бы тоже поучаствовать. Его можно было распределить на заведения дополнительного образования, там, где дети получают некие навыки, профориентацию они там получают. Там тоже необходимы такие хорошие площади, где они могли бы тоже проводить свое время». Вдобавок распространить арктическую школу и на учреждения среднего профессионального образования. В них уже ремонтируют лаборатории и мастерские. Проект помог бы ускорить модернизацию спортивных и актовых залов, создать каворкинг-зоны. «Я, как теперь уже многодетный отец, я могу вам сказать, что за пять лет произошло в моей жизни. Мой сын, 23 года, заканчивший институт, работает и видит перспективу работы здесь, в регионе. Мой средний сын учился в прекрасной гимназии, которая отремонтирована за эти пять лет и стала, наверное, таким, знаете, лучшей, наверное, может, одной из лучших в Российской Федерации, не в Мурманской области, а в России». Особое внимание в эти годы уделялось военным гарнизонам. На реновацию зато в Мурманской области за пять лет потрачено 14 миллиардов рублей. Андрей Чибис подчеркнул, военнослужащие в зоне СВО и те ребята, которые возвращаются в отпуск, должны видеть и чувствовать заботу о себе и своих семьях. «Конечно же, мы, как все россияне, сейчас переживаем крайне важный и ответственный период. Это проведение специальной военной операции. И, конечно же, роль губернатора как руководителя, его команды в решении тех задач, которые нам ставил президент, мне как командующему, конечно, роль региона очень важна в поддержке наших бойцов, которые очень успешно решали с первого дня задачи, ну и, главное, поддержки их семей». Андрей Чибис также поблагодарил парламентариев за конструктивное взаимодействие, поддержку инициатив правительства и ответил на прозвучавшие депутатов вопросы. Мурманская областная дума отчет губернатора приняла к сведению.